Всем привет, вы на канале СуперКит. Спустя почти два года, после того, как я делал поверхностный тест не своего твердотельника Samsung 860 EVO, купил я такой и себе. И неоднократно тестируя скорость записи при копировании большого объема, неоднократно показывал, как скорость может падать после исчерпания кэша. Причем не просто падать, а до 50-70 Мбайт в секунду, что заметно ниже, чем у современного винчестера. Так как в прошлый раз у меня не было такой возможности, то именно этот тест именно с этим накопителем я не сделал. Вот теперь, после покупки, мне это интересно посмотреть у далеко не самого дешевого аппарата емкостью в 1 ТБ. В комплект входит SSD накопитель и инструкция. Инструкция заклеена, ну да и ладно, вряд ли там что-то интересное. Теперь немного о предстоящих тестах. То, что я проверю различными программами, это понятно. Но главный показатель, реальное значение которого от нас скрывают более быстрой памятью, можно проверить с помощью длительной записи. Для этого нужен источник, скорость чтения которого будет гарантированно иметь скорость не ниже скорости записи тестируемого SSD. Таковым будет мой другой SSD Samsung. Это M.2 с интерфейсом подключения PCI-Express. Сейчас вы можете видеть тест скоростей моего M.2. Сам твердотельник пуст, поэтому предварительно я его заполню под завязку. Как видно, получилось 230 гигабайт. Теперь все готово к тестам. Поэтому вместо основного своего винчестера, с которого копировал файлы на M.2, подключаю главного гвоздя сегодняшнего вечера. В биосе видится без проблем. Но в начале, как и обычно, новый накопитель, причем как SSD, так и жесткий диск, требует процедуры инициализации и назначения буквы. После чего выбираю файловую систему при создании тома и... Вот теперь диск отображается в проводнике. Я не знаю почему, но реально у большого процента людей вызывает ступор тот факт, что новый диск из коробки не видится системой при первом подключении. После форматирования емкость становится 931 гигабайт. Это нормальное значение для объявленной емкости в 1 терабайт. CrystalDiskInfo показывает 0 часов работы и пару тестовых включений. Аналогичные значения показывает SSD Live. HDTune показывает стабильные 500 с плюсом мегабайт в секунду на чтение. CrystalDiskMark при разных объемах записываемого файла показывает одинаковые результаты. Smart Victoria и начало теста поверхности. Такой тест не особо актуален для SSD, но тем не менее тенденция видна. В программе от самого Samsung видно целое семейство накопителей из разных эпох. Здесь и винчестер, и SATA SSD, и NVMe SSD. Тест подопытного показывает практически максимум того, что можно выжать с SATA 3. Еще раз оцениваем возможность твердотельника M.2 с интерфейсом подключения PCI-Express. И приступаем к записи файлами. Каждый файл более 4 гигабайт. С AMIG файлов сразу записано 230 гигабайт. Каждый файл более 5 гигабайт. Чтобы не дать времени на разгрузку кэша у обозреваемой модели, я тут же начинаю копировать следующую партию, которая состоит ровно из того же, чего и первая. Много файлов, каждый из которых более 4 гигабайт. Вот уже почти записана вторая партия, а это значит, что SATA SSD практически заполнен на 50%. Пирометром я могу нащупать только такую температуру. Я понимаю, что корпус не касается платы, распаянного на ней контроллера и чипа в памяти. Поэтому это не совсем правильно так оценивать, но хотя бы температуру корпуса можно узнать. А что происходит внутри, можно узнать с помощью аиды. Тем временем, чтобы не останавливать процесс, тут же после завершения копирования вновь посылаю на запись очередные 230 гигабайт. Теперь в аиде можно видеть в онлайне все температуры, в том числе и 860 эво. Но самое главное, что диск близится к заполнению на 75%, и он по-прежнему не теряет скорости записи. Сравните эти величины, особенно учитывая объем записанного, например, с тестом SSD Team и с появившейся подсказки. Продолжение банкета происходит с началом записи четвертой партии файлов, общей емкостью 230 гигабайт. Samsung EVO 860 великолепен. А я еще раз предложу сравнить эти значения с тестами твердотельника, на этот раз GoodRam, всплывающей подсказки. Кстати говоря, скорость записи моего Samsung M.2 NVMe, с которого производится чтение сейчас, уже давным-давно бы просела. Причем не просто просела бы, а дозаметно более низких значений, чем те, которые показывает модель 860 EVO. Обзор на PM981 сейчас доступен в правом верхнем углу. Так что SATA это еще далеко не мусор, вопрос лишь в том, какой SATA и с чем сравнивать. Ну что же, запись завершилась, диск заполнен фактически полностью. Осталось лишь 7 гигабайт. Соответствующую информацию о прокачанном трафике уже отображают программы, которые за этим следят. Данная модель гарантированно предполагает 600 терабайт записи. Это число плавает, 600 это именно гарантированно. Поскольку твердотельный накопитель ровно на 1 терабайт, то нетрудно сосчитать, что это 600 циклов записи. Но вполне может оказаться, что этих циклов будет не 600, а например 1000. Так или иначе, но это огромные величины. Те, кто в этом сомневается, просто посетите личный кабинет своего торрента и посмотрите, сколько вы скачали за всю жизнь с торрента. Даже если что-то было неучтенное, то умножьте для самоуспокоения это значение на 10, и это все равно будет намного меньше, чем 600 терабайт. На момент моей покупки модели 860 EVO только-только появилась в продаже модель 870 EVO. Там другой контроллер, меньше вес, скорее всего вызванный меньшим количеством более емких чипов памяти. Он тоже Samsung. Может. Но я ему не верю. Скорее всего он тоже будет крут, но 860 EVO уже проверенный вариант, поэтому я остановился на нем. С таким твердотельником я чувствую себя царем. Мой личный архив подбирается к отметке в 1 терабайт. Именно такая емкость у моего винта в компе. Внешний винчестер, который у меня работает как архив, и я периодически на него сливаю все, что есть, был куплен на перспективу, и там уже 2 терабайта емкости. Как только данных будет более 1 терабайта, мне придется использовать в компе и SSD на 1 терабайт, и мой винт. А пока объем не превысил это значение, я скорее всего буду пользоваться только SSD. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok